Если бы вы могли сказать родителям о чем-то одном без каких-либо последствий, что бы это было? Мам, у тебя алкогольная зависимость, ты потеряла всех, кто был тебе дорог. Пройди курс реабилитации или скоро ты умрешь в одиночестве в собственном доме. Помнишь, ты сказала мне, повзрослеешь, поймешь. Ага, я уже взрослая, а ты все еще сволочь, мам. Я пошел в универ не из-за того, что хотел получить высшее образование. Я поступил, чтобы завести новых друзей и наслаждаться жизнью без ваших нелогичных правил, которые вы мне устанавливали. Получить диплом со средним баллом выше четверки и потом сказать вам обоим, что бы вы шли в жопу за то, что сказали, что мне дорога только продукты в супермаркете расставлять. Потому что я так сказал, самая отстойная причина что-либо делать не делать. Ненавидел такое, когда был ребенком. Я сделаю то, о чем вы меня просите, но неужели желание узнать, почему вы так сказали, это чуть ли не преступление. Я платил за колледж, продавая грибы. Просто они думали, что я преуспеваю на работе посудомойщикам. Я бы хотела, чтобы вы жили поближе ко мне и моей семье. Или хотя бы приезжали в гости так же часто, как к моим братьям. Я завидую, что вы собираетесь с ними и их семьями на выходных, а с моей проводите всего несколько часов. Моему сыну уже 7 месяцев, а вы едва с ним знакомы. И в то же время настаиваете на том, чтобы я тратила по часу в одну сторону, чтобы приехать к братьям, когда вы там. Я приглашала вас остаться у меня дома, но вы не захотели провести здесь Рождество, так как всегда встречаете его у брата. И его дети не поймут, если вас не будет. Ты, черт возьми, не виноват в том, что вы развелись. Просто ничего не вышло. Теперь возьми себя в руки и стань мне хорошим отцом. Согласен, сейчас многие пары в разводе используют детей как оружие, чтобы задеть друг друга. Но в итоге страдают только дети. Как бы вы оба не сводили меня с ума, вы замечательные родители. И сейчас, когда вам уже за 70, я всегда прихожу в ужас от мысли, что это может быть ваш последний день. Я не знаю, как буду жить, когда вас не станет. Что вам обоим нужно регулярно посещать психолога и, возможно, развестись. Мои родители избавили бы себя и всю семью от душевной боли, если бы не стали ждать до 2008 года, 22 года вместе, чтобы развестись. Даже когда я был ребенком, уже было ясно, что со временем они стали двумя совершенно разными людьми. И у них больше нет ничего общего. Хочу сказать, что мои родители многое делали как надо. Они прекрасно относились ко мне и моим братьям и сестрам. Прививали правильные ценности и дисциплину. Но они совершенно точно не научили нас тому, как должны выглядеть здоровые отношения. Это я в детстве нацарапала свое имя на подставке для телевизора. Я свалила всю вину на сестру. Мы были маленькими, и она так часто меня дразнила, что все это время она думала, что, возможно, это действительно сделала она. Сейчас нам обеим уже за 20, но да. Мама, прости. Вы с папой должны перестать отдавать каждую копейку на вещества и алкоголь, и вместо этого начать тратить эти деньги на нас. Пожалуйста, перестаньте навязывать мне свои несбывшиеся мечты. У меня есть свои мечты. Я не хочу жить для вас. Я хочу жить для себя. Если это называется эгоизмом, то я буду эгоисткой. Я вас ненавижу. Вы были эгоистами, для которых я всегда стояла на последнем месте. И я была невероятно счастлива в тот день, когда ушла из дома навсегда. Не знаю, хорошо вам от этого будет или плохо, но мне снились и до сих пор снятся кошмары, а мне уже 55. Вы всегда преследуете меня. Пытаетесь догнать, пока я убегаю изо всех сил. Я была рада, когда вы оба умерли. Моя правда, как она есть. Я не хочу поступать в мединститут. Я хочу быть механиком. Скажу тебе, как человек, который ушел с юридического факультета, чтобы стать пекарем. Будь механиком. Уверяю, тебе не нужно тратить столько денег на то, что не принесет тебе счастья. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее большую часть в несчастье. Теперь, когда у меня самого есть дети, я понимаю, что вы были хорошими родителями, но в некоторых вещах вы вообще не сильны. Другими словами, вы не идеальны и никогда не будете идеальными. Но вы показали мне любовь, а это чертовски важно. Папа, ты нарцисс. Мне жаль себя за то, что я тебя так сильно любил. Мама, я был ребенком. Я не должен был быть с твоей эмоциональной заменой мужу. Тебе стоило развестись с ним много лет назад. В конечном счете, вы оба практически провалили задание вырастить здорового, уравновешенного ребенка. И хотя я понимаю, что вы не осознавали, что делали, я все равно никогда вас не прощу. Весь остаток своих дней я собираюсь разбирать тот беспорядок, в который вы превратили мою жизнь, когда я не знал ничего лучшего. Вы украли мое детство. Тому, что я переехал один на другой конец континента, есть своя причина. Эй, пап, помнишь, как ты дал мне свою машину, а я сказал, что ее угнали? На самом деле, я просто забыл, где припарковался, и так и не нашел ее. Я бы хотел сказать своей маме, как сильно я ее люблю и как прекрасно, на мой взгляд, она меня воспитала. К сожалению, в этом случае я бы говорила с ее могильным камнем, потому что полгода назад она неожиданно скончалась от сердечного приступа в возрасте 54 лет. К счастью, я часто ей это говорила, когда она была жива, поэтому я ни о чем не жалею. Мой совет, никогда не узнаешь, когда твои родители покинут этот мир, так что говорите то, что должны, будь то хорошее или плохое, чтобы потом не жалеть, когда они уйдут, а это может случиться в любой момент. Можно сказать, что я так и сделал. Сказал ей, что она ужасная мать, когда уходила с дома в последний раз. Пожелал ей удачи и больше не оглядывался на прошлое. Прошло 5, может быть, 6 лет. Если не считать того, что она нашла мой адрес и прислала открытку на день рождения, я ничего о ней не слышал. Жизнь стала бесконечно лучше. Токсичные люди опасны, независимо от кровного родства. В ваших силах и интересах оставить такие отношения позади. Моему биологическому отцу. Ты бросил меня, когда я была маленькой. Ты бросил нас с мамой ради веществ. Ты хочешь вернуться в мою жизнь сейчас, когда я не слышал о тебе 30 лет? Иди нахер. Я ненавидела тебя за то, что ты всегда ставил других своих детей и себя выше меня. Я знаю, что мой отец изменял моей маме. Меня это беспокоит, и я хочу поговорить на эту тему, но, наверное, никогда не смогу. Мама, я сижу на Reddit. То, что кто-то тебя обрюхатил и оставил это на 9 месяцев всходить на слабом огне, не делает тебя матерью, а всего лишь мини-духовкой. Ты никогда не заботилась о своих детях. Ты раз за разом их подводила и никогда не несла никакой ответственности. А потом удивлялась, почему все они страдали от зависимости, когда ты вышвыривала их из дома, если они не могли заплатить аренду. И при этом каждую неделю сотня относила в церковь. Я все ей высказал, и знаете, это была лучшая диета, на которой я когда-либо сидел. Потерял 70 килограмм бесполезного дерьма. Мам, мне не нравится, как ты готовишь. Вы почти довели меня до того, чтобы покончить с жизнью. И когда я попыталась этим поделиться, вы просто отмахнулись и сказали, что со всеми такое бывает. Я занималась селф-хармом и пыталась понять, за что вы меня ненавидите. Мне было 11, сейчас мне 13. И все как будто налаживалось, но теперь становится только хуже и хуже. Это не физическое насилие, поэтому я не могу никому пожаловаться, чтобы что-то изменить. Вы наконец-то дали мне доступ к психологу, чтобы получить необходимую помощь с проблемой селф-харма. Но я ждала ее месяцами. Как только я уеду в университет, когда мне сполнится 18, я надеюсь прекратить общение с вами навсегда. Каждый день после школы я по полтора часа сижу в библиотеке, чтобы быть от вас подальше. Папа, ты специально провоцируешь все мои триггеры. Несколько раз почти доводил меня до панической атаки. А потом обижаешься, что я так все воспринимаю. Сестра, в школе ты от меня не отстаешь и не даешь завести друзей. А дома оскорбляешь и вообще не хочешь, чтобы я существовала. Мама, ты меня почти не знаешь. У меня так много увлечений и интересов, о которых ты даже не догадываешься. Потому что ты предпочитаешь создавать у себя в голове мой идеальный образ. Ты не разрешаешь мне устраиваться на работу, пока мне не исполнится 18. И хоть я живу в Великобритании, я не знаю, как буду платить за университет и докторскую степень, о которой мечтаю. Ты не разрешаешь мне ходить в школу по самым глупым причинам. И я надеюсь, что когда я уеду из дома, ты посмотришь на себя со стороны и поймешь, что если бы не наша прекрасная собака, меня бы с вами уже не было. Сидеть и смотреть, как кто-то другой жестоко обращается с твоим ребенком и ничего не делать, чтобы это остановить, не значит, что ты ни при чем или что ты хороший родитель. Про свою татуировку на предплечье, которое скоро станет рукавом до локтя. Надеюсь, когда я летом приеду к ним в гости, мне поможет то, что я всю дорогу буду ходить в рубашке, кофте и говорить им, нет, все хорошо, на самом деле тут довольно прохладно. Мама, мне все еще больно от того, что ты всегда больше любила других детей, а не меня. Что я сделала такого, чем не заслужила твоей любви? Хоть я уже и отошла от этого, мне по-прежнему неприятно осознавать, что ты хотела, чтобы я сделала аборт. А воровать мои деньги, которые мне дарили на день рождения или которые я получала, подрабатывая няней, это стоило того? Папа, спасибо, что меня вырастил и любил, но я не понимаю, почему ты никогда не можешь поддержать мой выбор и решение. К обоим, когда в самые тяжелые времена моей жизни мне нужны были родители и любовь, вы не всегда были рядом. Я была одна. Мне пришлось со всем разбираться без советов, помощи и поддержки. Наконец, я хочу поблагодарить тебя, мама, за то, что ты была ужасным человеком и матерью. Я никогда не допущу того, чтобы моя дочь чувствовала себя брошенной и ненужной, как я чувствовала себя из-за себя всю жизнь. Я бы сказал маме, что она может не беспокоиться за нас с братом. С нами все будет хорошо и мы ее любим. Мама умерла, когда мне было 18, и мне пришлось законно усыновить своего младшего брата, которому тогда было 10 или около того. У нас не было отца, который мог бы помочь. Мне теперь 50, у меня пятеро детей, а брат недавно женился на любви всей своей жизни. Мы до сих пор по ней скучаем. Папа, ты должен относиться к маме как к равному тебе человеку. У нее есть свое мнение, но мне кажется, что ты не обращаешь на это внимания. Вам обоим нужно заняться своим здоровьем. Я хочу, чтобы мои дети застали своих бабушку и дедушку. Перестаньте придумывать тупые оправдания, почему вы не можете заниматься спортом. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите свои похожие мысли и не забудьте посмотреть наши другие видосы. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова